я приветствую всех любителей вязания на своем канале нитка ниточка меня зовут оксана перуцкая и сегодня мы продолжаем работу с подушечками вы вероятно уже видели наволочку для подушки которую я сшила в стиле петчворк и сегодня я бы хотела связать наволочку для другой такой же подушечки я покажу вам весь процесс от начала и до конца если вдруг вы захотите связать такую же подушечку тогда вам будет проще и легче начать и завершить этот интересный процесс моя подушка была куплена именно такой какой вы видите ее сейчас и я для начала должна измерить ее параметры я немножко прижимаю ее и вижу что 34 это ее длина и скажем 35 ее высота таких подушек у меня было три и хотя это уже не первый мой проект я все равно измеряю ее параметры на самом деле хоть она вам и может показаться прямоугольной она квадратная 35 на 35 поэтому для того чтобы знать какое количество петель набирать для наволочки я должна связать экспериментальный образец допустим это будет 20 петель и плюс 2 петельки на кромочные справа и слева мне показалось что вот такое сочетание ниток в моей будущей наволочке будет оптимальным вот этот цвет не белый он слегка розоватый и вот такое сочетание мне очень в общем по душе и она доставляет удовольствие моему глазу поэтому я уверена что в готовом изделии это тоже будет здорово для начала я выбираю спицы номер четыре с половиной потому что все таки наверное вещи которые используются для декора гостиной как правило вяжутся крупной вязкой и я начинаю набирать петли так как у меня несколько нитей разного качества и толщины я в своем образце буду пробовать все четыре цвета в общем совершенно неважно какой хвостик я оставлю потом эти нитки не останутся в виде образца они пойдут в само вязание будут использоваться я набираю своим очень простым способом 22 петельки для образца это не принципиально сколько петелек вы будете набирать потом если вы будете составлять пропорцию узнавать сколько например петель и помещается в 10 сантиметрах и сколько сантиметров у вас вы все равно вычислите правильную пропорцию какое бы количество петелек первоначально вы не набрали первый ряд моего образца я бы хотела провязать изнаночными петлями второй ряд я должна провязать лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда лицевая изнаночная лицевая изнаночная и идем до конца ряда я хочу напомнить что первую петельку я всегда снимаю а последнюю кромочную я всегда провязываю изнаночной петлей теперь вязание двойная резинка начинается самое интересное вы провязываете те петли которые смотрят на вас как лицевые а изнаночные петли вы снимаете и нить оставляете перед петлей затем лицевая снимаем изнаночную нить перед петлей затягивать сильно не нужно эта нить должна свободно проходить как бы за спиной у лицевых петелек и таким образом мы доходим до конца нашего ряда посмотрите как у нас явно видно как будто бы резинка но это не просто резинка эта резинка двойная и вы очень скоро поймете почему она называется двойной сейчас мы будем делать то же самое что только что провязывали на пройденной стороне а именно я снимаю кромочную провязываю лицевую и нить протягиваю перед изнаночной лицевая изнаночная нить впереди лицевая изнаночная лицевая изнаночная снимаем как вы видите и доходим до конца ряда теперь между моими петельками гораздо меньше расстояния чем вы только что видели в предыдущем ряду и я дальше продолжая вязать двойную резинку должна повторять абсолютно тот же самый процесс неважно где я нахожусь на лице или на изнанке мне все равно потому что лицо и изнанка у двойной резинки будут абсолютно одинаковые сейчас я попробую в мое вязание добавлять другие цвета и посмотрю в каком порядке мне было бы по вкусу их соединять я оставляю хвостик не закрепленным потому что это все-таки экспериментальный образец он только покажет мне какой ширины будет мое вязание после сочетания этих нитей и я продолжаю ту же самую вязку я провязываю те петли которые смотрят на меня лицевыми а те которые изнаночные снимаю нить перед изнаночной петлей вы возможно уже заметили что когда начинаешь вязать и количество петель и ширина набранных петелек всегда в первых начальных рядах гораздо больше чем потом само изделие это вполне естественно потому что когда вы провязываете хотя бы несколько рядов ну допустим 5 6 или 10 ваше полотно уже принимает какой-то определенный можно сказать предтоварный вид в случае с нашей вязкой которую мы сегодня с вами пробуем ваше изделие должно уменьшиться примерно вдвое секрет почему это так мы с вами озвучим чуть позже итак мы доходим до конца ряда и сейчас у нас уже появились смотрите какие темненькие петелечки в нашем вязании но тот кто никогда не видел как вяжется двойная резинка и смотрит это впервые наверное мог подумать что у нас образуется чередование светлых и темных петелек однако ничего подобного не происходит чудеса у нас все петельки темные почему да потому что мы когда идем по этой стороне провязываем только эту сторону а заднюю сторону снимаем и точно так же мы поступаем с ее противоположной стороной посмотрите наши две стороны вязания абсолютно одинаково можно попробовать добавить теперь светлую ниточку моя задача проверить их просто на сочетаемость по толщине потому что скажем вот темная нитка это которую я взяла сейчас бледно-розовая они очень очень разные по толщине добавить в эту бледно-розовую мне пока нечего поэтому я буду этот эксперимент смело вести дальше и может быть даже со временем откажусь от этого бледно-розового клубочка вот опять мое чередование темных светлых сейчас исчезнет потому что это уже происходило на предыдущих рядах видите сейчас я бы добавила зеленый который в общем по толщине больше тоже соответствует светлому бледно-розовому чем темному баклажановому и по моему он даже окажется чересчур тонким ну вот зеленым мы можем поступить очень просто потому что его будет легче связать двумя нитями а если бы я захотела в две нити вязать бледно-розовые то тогда это было бы слишком толстенько сейчас эксперимент наш продолжается и я уже вижу что не очень хорошо по цвету замечательно меня все устраивает но по толщине это не подойдет скорее всего тем более для такой вещи как наволочка для диванной подушки смотрите значит что я сейчас планирую сделать я распущу бледно-розовый ряд и зеленый ряд и попробую добавить им ничей тогда наволочка будет такая очень-очень хорошая и плотненько и так мы вернулись к предыдущему шагу у нас появился еще один зеленый клубочек и бледно-розовый и так сейчас я уже складываю зеленые бледно-розовые цвета вместе в две нити и продолжаю вязать образец продолжаю свой эксперимент дальше у меня пойдет конечно зеленая нитка мне почему-то хочется именно с нее сейчас начать и я в том же духе продолжаю провязывать свой экспериментальный образец никогда не бойтесь распускать это всегда того стоит и еще если у вас в голове нет четкого плана как действовать но есть огромное количество энтузиазма и желания что-то новое создавать принимайтесь за дело принимайтесь за работу как вы видите идеи могут возникать по ходу дела поэтому не надо ждать того момента когда ваш план будет готов полностью такой момент может наступить очень не скоро а я вот совершенно не зная каким рисунком буду вязать но при этом точно понимая что мне нужна наволочка связанная двойной резинкой вот бросаюсь как говорится в омут с головой и мне уже начинает нравится тот образец который передо мной сейчас появляется вот следующий бледно-розовый я бы хотела с двух сторон сочетать зеленым мне хочется попробовать такой вариант образец мой получается таким довольно толстеньким тепленьким на улице сейчас у нас довольно жарко в летнее время не так уж весело провязывать шерстяные образцы но я очень стараюсь не замечать того что в руках у меня также жарко как и на улице за окном и иду к своей намеченной цели вот я уже заканчиваю 2 возвратный ряд связанный светло-розовым смотрите ну ничего пока пока здорово мне сейчас важно проверить нравится ли мне на взгляд да на вкус на мой на на то как видит мой глаз нравится ли мне сочетание этих цветов то что мое вязание уже сбежалась и стала примерно в полтора раза меньше чем при наборе петелек это я думаю для вас уже очевидно и в общем на этом этапе уже можно проверить какое количество сантиметров занимают мои 20 петелек в учет не должны идти вот эти кромочные петли поэтому измерять я буду ширину ровно 20 петелек но я все-таки предпочитаю довязать хотя бы так чтобы мой рисунок был симметричен например от бледно-розовой скажем полосы или я сейчас попробую провязать вот такой ряд внутри и поместить его между двумя бледно-розовыми и от этого ряда уже у меня будет симметрия давайте попробуем так а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok У меня как-то в одном из комментариев под другим видео спрашивали, вязала ли я что-то толстыми нитками и толстыми спицами. Вот как для собственных моделей, которые я ношу, я не часто применяю крупную вязку, но, как мне кажется, для моей сегодняшней задумки, эта крупная вязка замечательно подходит. Итак, наступил момент измерения моего образца. Посмотрите, пожалуйста, как я и говорила, я не буду учитывать две кромочные петельки и в расчет пойдут только 20 набранных петель, которые сузились до 7,5 см. Значит, сейчас я могу составлять пропорцию. В ней я напишу, что 20 петелек составляют 7,5 см. А сколько же петелек нужно набрать, чтобы получилось 35 см. Именно столько, если вы помните, каждая сторона моей подушечки. Прежде чем обнародовать то, сколько петелек я все-таки буду набирать для своей диванной подушечки, я хочу показать вам, что такое двойная резинка. Потому что те люди, которые ее никогда не вязали, скорее всего подумали, что здесь какая-то хитрость или обман, потому что в конце концов с обеих сторон у нас лицевая гладь. Но посмотрите, какая интересная вещь происходит внутри того, что мы с вами вяжем. Именно из-за того, что двойная резинка становится похожей на кармашек, я и решила сделать ее героиней своего ролика. Именно на том принципе, что внутри образуется пустота, я и буду вязать свою наволочку. То есть внутрь вот этой пустоты и будет вдеваться моя подушечка. Как вам? Мне кажется, что это просто потрясающе. Итак, еще раз повторим то, что у меня получилось в результате вывязывания образца. Значит, 20 петелек у меня составляют 7,5 сантиметров. А сколько петелек, назовем это х, составляют 35 сантиметров. Очень простая школьная пропорция, в которой 35 и 20 нужно перемножить и поделить на 7,5. 35 умножить на 20 и поделить на 7,5. Вычисляем результат. У меня получилось, что я должна набрать 93 с хвостиком петель, чтобы получилось 35 сантиметров моей подушечки. Но я думаю, что я все-таки наберу 100 петелек, среди которых уже будет 2 моих кромочные петли. Мне не хочется, чтобы моя подушечка находилась в стесненных обстоятельствах, и я думаю, что я не ошибусь в этом случае. Итак, несмотря на то, что я должна здесь записать 93 петли, я все-таки решила набрать 100 петелек для моего проекта, 2 из которых будут кромочные. То есть в работе у меня будет реально 98 петелек. Итак, как я и обещала, я набрала 100 петелек, чтобы моя подушечка чувствовала себя вольготной, свободно внутри этой наволочки. Как вы видите, я уже провязала примерно 10 сантиметров. И, конечно, для демонстрации этого полотна я перевела все на прямые спицы. Но, честно вам скажу или повторюсь, может быть, если я уже об этом говорила, что вязать на прямых спицах очень неудобно в том плане, что руки устают довольно быстро. Поэтому я покажу вам, как это выглядит на прямой спице, а для работы все-таки использую вот такие, такого же абсолютно номера спицы, но на жилке. Тогда руки бегают гораздо быстрее в вязании. Почему я изменила немножко рисунок того, что я вяжу? Я имею ввиду цветовое сочетание. Мне показалось, что вот эти светло-розовые нитки будут мешать здесь. И когда я их убрала, моя наволочка мне показалась очень даже ягодной. Такие светло- и темно-ягодные цвета в сочетании с зеленым. Я решила вязать всю наволочку вот в таком одинаковом цветовом режиме. Хочу показать вам, так сказать, в профиль свое вязание. Вот, как я вам и обещала. Здесь у нас получается такой вот внутренний мешочек, в котором и будет прятаться наша подушечка. Поэтому полотно вяжется хоть и немного медленнее, чем могло бы вязаться, но при этом увеличивается сразу с обеих сторон. То есть вы провязываете параллельно обе стороны. Еще, если ваше вязание будет содержать несколько цветов, нужно подумать о том, чтобы вот эти переведенные нитки не висели по бокам. Как вы видите, край, конечно, не идеальный, но потом в конце вязания можно будет взять крючок, например, и равномерно вот так повытягивать нитки так, чтобы они образовывали однородный край. Потому что вот здесь, например, противоположный край, он вообще тоже выглядит как обыкновенное полотно. И в нем вообще нет никакого ребрышка. Если, например, вам не удастся как-то исправить неоднородность начального края при цветном вязании, тогда можно просто взять и по периметру обвязать всю подушечку таким ребрышком, которое называют в народе рачьим шагом. То есть берется крючок и вяжется не справа налево, а слева направо. В одном из своих видео, если будет потребность такая, необходимость, я обязательно покажу, что такое вязание крючком рачьим шагом. А я продолжаю свою работу, она мне очень нравится. Вот на этот момент такой у меня получился рисунок. Я абсолютно произвольно его выбирала, и мы с вами должны здесь понимать, что наизнанке он абсолютно такой же. Почему на лице у меня только один, скажем, ряд в каждом случае? Потому что второй его ряд, то есть те петли, которые откладывались временно, оказываются наизнанке. И, в принципе, у нас один и тот же рисунок будет с обеих сторон. На самом деле, если изловчиться и захотеть вывязывать какой-то орнамент, в таком случае это тоже возможно, но это будет задачка уже немножечко, не то чтобы посложнее, но слегка более насыщенная. Я на этом этапе тоже хочу приложить мою подушечку к тому, что у меня уже готова. И вот что я вижу, что мне еще нужно связать, смотрите, Ну, такой довольно внушительный промежуток. Вот наволочка наша готова. Вязание подошло к концу, но пока у меня все содержится на одной и той же спице, на одной и той же жилке, я не могу продеть туда свою подушечку. И мне сейчас нужно разделить вот эти петли, для того, чтобы появилось снова отверстие. Я беру запасную дополнительную спицу, она тоже на жилке, как вы видите, и начинаю с ее помощью разъединять мое вязание. Таким образом, мое полотно, которое содержалось на одной спице, теперь будет, смотрите, разъединяться и превращаться в отверстие, куда я и положу мою подушечку. Видите, очень просто все это происходит. Я справа обе спицы новые держу в руках. Главное не перепутать, чтобы эти петельки пошли передние на ту спицу, которая ближе ко мне, а задние на ту, что дальняя. Наша наволочка раскрывается все больше, а я продвигаюсь. Я уже почти добралась до края моей наволочки. И сейчас мы увидим, что она полностью готова для подушки. Смотрите, что у нас получилось. Вот наша наволочка. И мы сейчас туда отправляем нашу подушечку. Все, дело сделано. Подушка в домике. Наволочка наша готова, как вы видите. И нам осталось только сейчас закрыть этот шовчик. И сделаю я это очень просто. Сейчас вы это увидите. Кроме того, я планирую сделать этот шов таким, чтобы вы всегда могли его распустить и связать снова. Почему это важно? Ну, например, вы не захотите стирать наволочку вместе с подушкой. Во-первых, потому что они изготовлены из разных материалов. Наволочка у меня, допустим, шерстяная или полушерстяная, а подушка синтетическая. Поэтому вам захочется отделить эту наволочку и постирать ее отдельно в соответствии с требованиями материала, из которого она изготовлена. Но если вы не собираетесь отделять наволочку и подушку, вы можете стирать их вместе. Тогда вы просто прочно связываете их вот здесь. И эта проблема не существует. Сейчас мне нужно вернуть мои петли снова на одну спицу. И я делаю все то, что происходило до сих пор, и возвращаю это в обратном порядке. То есть я забираю петельки с двух спиц и возвращаю их на одну. Вот так очень быстро, удобно. Тот же самый процесс, только в обратную сторону происходит. Зачем мне нужно возвращаться к исходному положению? Потому что меня там ждут те самые ниточки, с помощью которых я и буду завершать мой последний шов. Вот так выглядит моя подушечка сверху, когда все нитки вернулись на одну спицу и на одну жилку. Вот, пожалуйста. Мы подошли к моменту, когда уже пора обговорить тот самый нюанс. Будет ли раскрываться моя наволочка, или все-таки я сделаю ее глухой и буду стирать вместе с подушкой. Если бы я хотела сделать наволочку съемной, то я не переводила бы свои петли снова на одну жилку. Я бы просто закрыла по кругу, так как она у меня была при вдевании подушки, и потом связала бы это все крючком. Но я решила, что все-таки моя подушка будет стираться вместе с наволочкой, поэтому я сейчас просто красивой обыкновенной косичкой буду связывать мой финальный шов. Для этого я провязываю дальний ко мне ряд изнаночной петлей, а ближний ко мне ряд лицевой петлей. И у меня получится бороздка из лицевых петелек. И мы увидим такой же красивый колосок, такую же красивую косичку, как и при связывании, например, крючком. Дело это очень простое, привычное. Вот такая косичка в конце концов у вас получится. На тот случай, если вдруг ваш завершающий ряд будет казаться слишком кудрявым, вернитесь назад, и я вам покажу второй способ. Смотрите, я не провязываю теперь каждую петлю отдельно, переднего полотна и заднего полотна. Я делаю из них две вместе. И, как мне кажется, этот способ будет более рациональным, и потом будет смотреться гораздо лучше, и никогда не будет кудрявиться. Смотрите, здесь получается такая же ровная косичка, и она полностью соответствует ширине полотна. Поэтому я думаю, что я все-таки предпочту именно этот, второй способ, в котором я обе петельки делаю две вместе, а затем закрываю эту финальную петлю, объединяющую их. Вот, смотрите, как получается. Очень здорово, ничего не кудрявится, красивая косичка, и наволочка будет закрыта. Вот и подошла к концу моя работа над подушкой-толстушкой. Почему рисунок сложился таким образом, я не знаю. Это была абсолютная импровизация. По трём сторонам нашей подушки есть очень разные ребрышки. Эта ребрышка сложилась, потому что здесь перекрещивались нитки. Эта ребрышка сложилась, потому что первоначально набиралось определенное количество петель, которое потом расслоилось на два полотна. И последняя ребрышка завершилась косичкой. Наша подушечка мягкая, толстенькая, аккуратненькая. Конечно, существует много вариантов того, как работать с диванными подушками, если только они имеют наволочки вязаные. Можно, скажем, было пришить несколько пуговиц, но для этого нужно было бы сделать внахлёст одно полотно на другое, а это уже совсем другой способ и принцип. Иногда вот так посредине или, скажем, вот так посредине вывязывается половина полотна и другая половина, и тоже внахлёст с застёжкой на пуговице это делается. Можно, конечно, вручную пришить вот здесь вместо завершающего ребрышка молнию, например. Это тоже будет вариант. Но мне не хотелось утяжелять подушку никакими металлическими или пластмассовыми приспособлениями. Мне захотелось сделать её именно такой. Вот это единственная часть, в которой нет никакого ребрышка. И, в принципе, вязальщицы опытные могут задать вопрос, а в чём тогда смысл, почему нельзя было просто взять и вязать по кругу, как вяжется огромное количество изделий. Вы знаете, вязание по кругу всё-таки было бы немножечко другим. Вот размер этих петель, он получается двойным, потому что здесь используется принцип, как при вязании полупатентной резинки. Ведь когда мы откладывали одно полотно на дополнительную заднюю спицу, оно не было провязано в каждом ряду, а вязалось только в каждом втором. Поэтому, выбирая такой способ вязания наволочки, вы автоматически увеличиваете свои петли в два раза. Конечно, здесь могут возразить и дальше. Можно же взять спицы покрупнее и связать в круговую. Естественно, конечно, можно. Вариантов очень много. Мне захотелось опробовать, подойдёт ли двойная резинка для вязки наволочки для подушки. И у меня это вот прекрасно, на мой взгляд, получилось. Ещё раз давайте обсудим, что делать, если, например, вы хотите ненаглухо зашивать вход подушки в наволочку. Тогда придётся действительно на том этапе, когда наволочка была раскрыта и я поместила в неё подушку, закрыть тоже по кругу все петельки и уже потом связать их крючком. И тогда, распустив эту полосу, эту косичку, связанную крючком, вы бы каждый раз получали открытое пространство, вынимали подушку и наволочка бы шла в стирку. Выбирайте подходящий для вас вариант. Мне очень нравится мой. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Это сочетание цветов, эти ниточки, мой ролик. Заходите почаще на мой канал. Я стараюсь придумывать для вас какие-то вещи, может быть, существовавшие давным-давно, но сегодня забытые, или придумывать что-то новенькое, или показывать вам изнанку своих любимых вещей. С удовольствием делюсь с вами своим умением. Пишите комментарии. Желаю вам всего доброго. До встречи. С вами была Оксана Перуцкая и канал Нитка Ниточка. Пока!